Школьники из Сибири представят свои изобретения в Государственной Доме. В мае там пройдет всероссийский конкурс юных изобретателей. В числе кандидатов создатели уникальных радиоприемников, компьютеров, батарей и даже ракет. Почему дети снова заинтересовались наукой и какие условия для этого есть в городах Сибири, знает Юлия Боброва. Самодельные принтеры, солнечные батареи, радиоприемники и даже мини-ракеты. Все это проекты юных омских изобретателей. Дети собирают такие уникальные механизмы, что стоимость некоторых доходит до сотен тысяч рублей. Этому принтеру не нужны чернила, достаточно вставить маркер. А дальше дело техники и специальной программы. Устройство удобное и легкое, из конструктора Лего. 11-летний Костя Заболоцкий сделал его за месяц. Есть такие принтеры, особенно на почте, они очень громко печатают. Даже иногда приходится уши закрывать. А этот принтер, он меня тихонечко чик-чик напечатывает. Я хочу собрать такого робота, который будет сам открывать дверь. То есть хочу помочь человечеству. Делать что-то необычное. Тех, кто хочет принести что-то новое в мир электроники, в Омске хватает. Только на областную станцию юных техников ходят более 1700 ребят. Детей, конечно, стало больше. Потому что компьютер – это хорошо. А вот дети приходят и с удовольствием занимаются, делают своими руками модели ракет, потом машины, самолеты. То есть дети тянутся к творчеству. Для некоторых детей хобби определяет судьбу. Ваня Долгун мечтает стать инженером-конструктором. В Центре инновационного творчества занимается всего полгода, но уже успел создать своего робота. Я вообще хочу сделать так, чтобы человек летал с помощью робота. Именно не с помощью какого-нибудь самолета, а сам мог летать. Они хотят улучшить весь этот мир. Они хотят сделать так, чтобы всем жилось легче и лучше. Они там приходят с всякими экологически чистыми транспортом. У них какие-то такие у всех идеи, они повсеместные. То есть они пытаются применить на всем. И эти идеи могут пригодиться в реальной жизни. Более того, иногда дети видят то, что не заметит взрослый инженер или ученый. В МЧС уже оценили разработку кемеровских школьников. Они придумали, как построить спасательный корабль, который в любой шторм сможет помочь терпящим бедствия. На нем стоят специальные устройства, которые могут позволить на тех же пляжах доставить спасательные средства людям, которые терпят бедствие, тонут. Очень заинтересованы были эти работники МЧС и получили мы высокую оценку. В Новосибирске в городской дом творчества ходят 5000 ребят. Но учителя боятся, что скоро со школьниками некому будет заниматься. Большинство оставшихся педагогов, как правило, все пенсионного возраста. И еще раз подчеркиваю, ни ПКИПРО, ни пока еще в педоинстудии, в педоуниверситете не готовятся кадры технического творчества. Технические центры для детей часто держатся на голом энтузиазме. Повезет, если помощь окажут чиновники. Но эти программы адресные, а значит нерегулярные и не для всех. Да и нарушений хватает. В Новосибирске общественники подозревают региональное правительство в нецелевом расходовании 200 миллионов рублей, предназначенных для поддержки технических кружков и секций. Активисты намерены инициировать прокурорскую проверку, чтобы выяснить, как именно были потрачены эти деньги. Юлия Боброва, Анатолий Серов, Артур Хлопотин, Евдокия Шеламова, Артем Шершнев. Новости здесь, Омск. Продолжение следует...